здравствуйте 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 вот я снова в прямом эфире и я жду пока вы подсоединитесь поэтому немножечко подождем здравствуйте здравствуйте буду немножко ждать вас всех подожду не торопитесь заходите в гости ко мне на эфир сегодня будем говорить о лапароскопии лапароскопии при бесплодии еще пару минут подождем спасибо я вижу коллеги присоединяются будет приятно если вы какие-то дискуссионные вопросы мне напишите я постараюсь ответить на все ваши вопросы постараюсь без воды конструктивно осветить эту проблему проблема для многих как оказалось в общем-то не совсем понятно я вижу что уже подключилась 30 человек поэтому мы уже начнем и так лапароскопии бесплодия сделайте лапароскопию при бесплодии то есть многие на к сожалению воспринимают лапароскопию как ну как бы какое-то собирательное понятие то есть и вот часто сталкиваюсь такой ситуации звонят например либо пишут сколько стоит лапароскопия но я хочу просто немножко прояснить ситуацию что лапароскопия это доступ в брюшную полость то есть когда мы делаем небольшие надрезы на животе до вводим туда эндоскоп вводим туда инструменты и на камере видим что же там внутри брюшной полости происходит вот это называется лапароскопия но лапароскопия позволяет выполнять на самом деле огромное количество различных операций различной сложности от банальных операций там например удаление маточной трубы которые можно за три минуты ровно сделать до серьезных операций по поводу эндометриоза который как бы с вовлечением кишечника протекает с вовлечением мочевого пузыря мочеточников и такая операция с реимплантацией мочеточника с резекцией части кишки необходимостью оперирования в разных абсолютно специальностях этой коллапрактологии урология может занимать там и пять часов и шесть часов особенно если эндометриоз распространяется в нервы эндометриоз нервов и эти операции делают общие единицы в мире вообще хирургов единицы в мире я повторюсь и это тоже лапароскопия и это тоже может быть при бесплодии поэтому лапароскопия при бесплодии это все равно что вот сказать стоимость автомобиля сколько стоит автомобиль rolls-royce там в последней комплектации может стоить 2 миллиона долларов да и может быть там машина бушный запорожец которая стоит 100 долларов причем 100 долларов дают тому кто ее заберет они тому кто ее продают да потому что нужно ее еще отторбанить она не едет это все будет тоже машина также точная лапароскопия но очень сильно отличается по сложности и при каждой проблеме самое важное при лапароскопии мы можем ожидать разные совершенно результаты сегодня мы говорим больше про бесплодие вот я и буду говорить про лапароскопию при бесплодии на результаты могут совершенно разные быть например если есть небольшие спайки если маточные трубы есть определенная классификация по которой мы оцениваем качество маточных труб в более-менее хорошем состоянии то лапароскопия может дать шанс например где-то процентов 50 что женщина после лапароскопии забеременеет если у женщины синдром поликистозных яичников и были проблемы с индукцией овуляции стандартными методами с использованием например клеммфенцитрата либо литрозола то шанс от авариального дриллинга что женщина забеременеет при условии что все остальные параметры в норме он может быть очень хороший больше 50 процентов при легком эндометриозе если есть небольшие очаги там на брюшине например либо небольшая киста эндометриоидная и хороший резерв яичников шанс заберемене будет очень неплохой при легких степенях эндометриоза при тяжелых степенях эндометриоза шанс забеременеет будет плохой сразу если сниженный резерв и еще сделать дриллинг не знаю о том какой резерв то вообще яичники работать не будут и на ико не поможет ничего если труба поражены и есть гидросальпиус и при этом отсутствует ясничатые петелищ и белого цвета слизистой трубы отсутствует перистальтика то сохранение этой трубы оно фактически мало перспективно то есть шанс на наступление беременности с такими плохими трубами может быть 5 процентов вот почему я это говорю потому что сейчас очень сильно выросли требования и к самой методике проведения операции значительно выросли требования то есть если вот сузи сравнить может быть проще будет ну я думаю что многие из вас сталкивались с узи во время беременности до скрининги вот в 90-е годы когда я только начинал работать еще заканчивал институт достаточно было при беременности посмотреть там один плод или не один да то есть вот одноплодная либо многоплодная беременность посмотреть как ребеночек лежит померить размер головки померить там размер окружность там брюшной на кружной грудной клетки кружная живота померять длину бедренной кости и это считалось уже нормальный узи сейчас уже узи скрининг это целый каскад различных параметров которые нужно измерить и врач должен хорошо в этом очень ориентироваться также точно значительно увеличились требования к лапароскопии и к врачу который лапароскопией этой занимается потому что нужно чтобы врач этот разбирался в эндокринной гинекологии хотя бы на среднем уровне понимал что такое авариальный резерв оценивал обязательно авариальный резерв перед лапароскопии антимюллеров гормон понимал что такое там пролоктин дтг и так далее то есть эндокринные знания в области эндокринной гинекологии знания хотя бы какие-то минимально средние в области интерпретации спермограммы потому что перед лапароскопией обязательно нужно знать что со спермограммой потому что если например мужской фактор бесплодие то совершенно в другую сторону меняется тактика хирурга ну и понятно что вообще знание в области репродуктологии они должны быть и сейчас вот даже например такая организация как и шре это основная организация европейская которая занимается вообще бесплодием репродуктологии эмбриологии вот наряду с американской коллегах организации срм они в принципе в мире сейчас две организации которые формируют вот современную науку и практические подходы то у них есть отдельный курс обучения для оперирующих гинекологов которые хотят оперировать женщин с бесплодием то есть представьте недостаточно просто оперировать а нужно еще дополнительное образование иметь чтобы делать лапароскопию вот почему сложность лапароскопия потому что даже оценить результаты лапароскопии гораздо сложнее особенно при бесплодии потому что мы говорим все равно процентами то есть мы не можем сказать что вы забеременеете либо вы не забеременеете но вы не забеременеете мы можем говорить когда нет матки например да там нету яичников можно так сказать то бывает достаточно редко а часто у нас промежуточные результаты мы можем говорить что вероятность наступления беременности там примерно 40 процентов в результате вот этой проведенной операции Но 60% что беременность не наступит Поэтому качество оценить очень сложно Еще какая сложность При лапароскопии бывает так, что Решения должны приниматься Непосредственно во время операции И нужно учитывать Не только анатомические особенности Степень распространения Эндометриоза, если эндометриоз Явился причиной А и особенности Самой пациентки, ее отношение к ЭКО Ее психологические особенности Особенности ее Мужа, ее пожелания Поэтому здесь еще очень сильный Человеческий фактор и принятие решений Быстрое во время операции Играет иногда достаточно важную роль Поэтому лапароскопия Она очень разная И это все еще, наверное, где-то хирургия Все-таки, хоть это и Более точная наука Чем это было, например 50 лет назад То есть мы имеем стандартизированные операции Мы имеем стандартизированные Хирургические жесты Стандартизированные навыки Которые мы, естественно, осваиваем Сейчас уже все больше на тренажерах И готовимся к тому, чтобы оперировать на людях Но все еще очень много остается тонких нюансов Тонких материй Личностных особенностей Которые дают определенный оттенок Результатам той хирургии, которая проводится Поэтому Тема сложная И даже если говорить о лапароскопии при бесплодии То для того, чтобы сказать Насколько мы можем рассчитывать на эту операцию Нужно минимум обследовать авериальный резерв Нужно минимум обследовать вообще овуляцию Нужно обследовать трубный фактор Нужно обследовать спермограмму Без этого всего нельзя вообще делать лапароскопию Я сталкиваюсь бывает с ситуациями, что Муж до сих пор не сделал спермограмму А женщина пришла на лапароскопию Я не беру этих женщин на операцию Потому что без спермограммы мы не можем построить тактику Иногда принятие решений Оно должно учитывать спермограмму Приведу пример Спермограмма очень плохая Тогда при лапароскопии, если есть трубный фактор Эти трубы нужно удалить И пойти на ЭКО Потому что мужской фактор, когда очень плохая спермограмма Преодолевается с помощью ЭКО Если спермограмма очень хорошая То наоборот при трубном факторе Можно вытянуть И попробовать все-таки дать шанс на спонтанную беременность И сделать фембриостоматопластику Но зачем ее делать, если плохая спермограмма То есть без этого параметра я уже не могу работать Антимюллеров гормон Очень важно, чтобы вы знали Ваш врач знал перед лапароскопией антимюллеров гормон Потому что как можно дотронуться до яичника Если резерв уже снижен И тогда мы его еще больше снизим И тогда, может быть, не получится вообще ничего В результате этой операции То есть будет вред И яичники просто угаснут раньше И все Это все нужно обязательно учитывать И требования планка Сейчас значительно возросли К лапароскопии Вот И, конечно, важно до операции Тоже хорошо и четко понимать все эти вещи Понимать, готовы ли вы к тому Чтобы маточные трубы удалить Либо их не удалить То есть это все нужно с вашим хирургом обязательно обсуждать Также точно при эндометриозе То есть при эндометриозе Есть несколько всегда вариантов Если эндометриоз Особенно тяжелый И вам уже хорошо за 35 И нету при этом больших болей сильных То иногда Более правильным путем будет Например, сразу обойтись без лапароскопии И пойти на ЭКО То есть пойти на ЭКО без лапароскопии Минуя этот этап Иногда это тоже вполне целесообразно Ну и что хотел сказать Что где-то 15% причин женского бесплодия На сегодняшний день Это маточный фактор То есть это сама матка Не маточные трубы Поэтому все чаще Вот последние годы Наверное, ну практически всегда За редким исключением Мы дополняем лапароскопию Гистероскопией Делаем или одновременно Или порознь Но гистероскопия сейчас Становится тем методом Который скорее не рекомендованный Как ранее было А обязательный При бесплодии Мы находим много тоже интересного Не всегда приятного При гистероскопии Поэтому гистероскопия Плюс лапароскопия Чаще всего это Правильный вариант Если все-таки было принято решение Хирургическим путем Решить проблему бесплодия Поэтому вопрос тонкий Вопрос неоднозначный И требования хирургам Сейчас выросли Я считаю, что очень неправильно Как бывает сейчас иногда Врач, который занимается бесплодием Отправил на лапароскопию Врач, который занимается лапароскопией Вообще ничего не понимает В бесплодии что-то он сделал Но как он может что-то руками сделать Что-то отрезать Если он не понимает Что с женщиной реально происходит Поэтому Знания должны быть более высокие У врачей, которые делают лапароскопию Ну и с другой стороны Врачи, которые не делают лапароскопию Но направляют на лапароскопию Они тоже должны понимать Конечно же Что ожидать от этой операции Совместно иногда принимать Какие-то решения Что же с этой пациенткой сделать Поэтому такое совместное сотрудничество Такое консилиумное решение вопросов Связанных с бесплодием Хирургическое решение Может быть более результативным Чем Если это будет принимать сам хирург Ничего не зная Про пациентку Которая занимается только хирургией Не вникая в подробности этих Ну я надеюсь Что я обрисовал проблему И Вы понимаете Насколько это тонкая материя На сегодняшний день Что мы не боги Да и любая лапароскопия При бесплодии Может закончиться Все равно безрезультатно Даже если самый лучший хирург Прооперирует Но безусловно у лучших хирургов Если взять Были исследования Например по эндометриозу То Опытный Высококвалифицированный хирург Это европейское исследование Частота наступления беременности При эндометриозе Например Если взять все степени Выраженности эндометриоза Была порядка 35% Если взять неопытного хирурга То частота была 9% Поэтому в принципе Разница может быть до трех раз Вот в зависимости от квалификации Хирурга Представьте В три раза Можно получить более хороший результат Но опять же Это вероятность Это не означает Что Если там Самый лучший хирург Прооперировал Обязательно все получится Но шанс будет в три раза выше Чем хирург похуже Ну и естественно Что шанс травмы И снижения резерва И осложнений Будет тоже снижаться Если будет более опытный хирург Вот поэтому Лапароскопия Это как бы Я еще поражаюсь Иногда люди говорят Лапароскопия Вот там У вас 20 тысяч У того-то 10 тысяч Я пойду там где 10 тысяч Например Я цену просто из потолка Беру Она по пресс-куранту Вот я в клинике Пергова Например Оперирую Там в прайсе Это все есть То Это же не мобильный телефон То есть Если модель одинаковая Там Айфон такой-то Айфон такой-то Я пойду куплю В магазине Где дешевле И то есть риски того Что где дешевле Будет серая модель Там которая без гарантии Там Или перепрошитый какой-то Тоже есть эти риски Даже если про мобилку говорить Если говорить про операцию То как бы Это невозможно измерить На самом деле Вот Все В общем-то Определяется информацией То есть Которую вы видите От врача Который дает врач Да Насколько он компетентен Ну трудно оценить Бывает на самом деле Но В принципе Вы же все вдумчивые люди Читаете Поэтому я думаю Что Все чаще пациенты Могут все-таки оценивать Хотя бы приблизительно Квалификацию хирурга Ну и конечно Другие данные Сколько операции выполнят Какое количество В год человек делает операцию Тоже важно Можно быть самым умным В мире Да Но если делаешь Одну операцию в год То это все Как бы Нет Невозможно быть хорошим хирургом Делая меньше 150 операций В год Вот Поэтому это тоже Конечно же Играет роль Вот Ну и Я буду теперь Отвечать на вопросы Тема такая сложная Мне хотелось Максимально Просто Об этом сказать Но Наверное Это все-таки Сложно сделать Поэтому Если я был Чрезмерно Непростыми словами Это сказал Я надеюсь Что В ходе дискуссии В ходе ответов На ваши вопросы Я попробую Помочь вам Так Первый вопрос После дриллинга При СПК В каких случаях Применяют еще и стимуляции Все зависит от того Есть ожирение Либо нет То есть Если вес большой То его важно Снизить до операции Потому что Иногда Этого достаточно Чтобы улучшить Эффективность стимуляции Поэтому Здесь модификация Образа жизни Второй Уровень Антимюллерово-громона Чем выше Антимюллерово-громон В принципе Если он больше 7 При СПК Он часто повышается Если он больше 7 Значительно Бывает там и 20 Антимюллеров То Дриллинг Очень редко Самостоятельно Дает эффект Но дриллинг Может Повысить Эффективность Индукции Поэтому дриллинг Может быть Все равно Полезен этим Пациенткам Однако Мы сейчас Очень редко То есть Я бы сказал Так что Чтобы я Сделал лапароскопию Только ради того Чтобы сделать дриллинг Но это наверное Несколько раз в году Бывает всего лишь Мы не так часто К этому прибегаем И чаще всего Удается все-таки Индукции Решить проблему Есть разные Методики Позволяющие Повысить эффективность Индукции Даже стандартными Препаратами Такими как Например Кластилбегит Либо летрозол Ну это тоже Как бы Есть нюансы Репродуктологические Это понятно Что Не так все Однозначно И просто Так Второй вопрос Да Кстати По поводу Первого вопроса В каких случаях Применяют стимуляцию Стимуляцию Применяют в тех случаях Когда после Лапароскопии И после Дриллинга Соответственно Не Наступает Спонтанная Эволюция Шанс больше У этого Если есть Лишний вес Есть и очень Высокий Антимюлеров грома Так Сделали лапароскопию И снизился Резерв до 0.22 Теперь вообще Не получается Береметь Ну хочу То есть Из плохого То есть Это плохо Понятно Что это Не очень радостная Новость Что такое Резерв В принципе Антимюлеров Гормон Он может Повышаться Примерно Через полгода После лапароскопии Поэтому Если полгода Не прошло Есть шанс Что он все-таки Увеличится Что еще Хотелось бы Здесь сказать 0.22 Не означает Что вы Спонтанно Не забеременеете То есть При 0.22 Могут быть Все-таки Фолликулы Могут быть Овуляции И шанс Есть на Спонтанную Беременность Да Тут уже Большие вопросы По ЭКО И по индукции Овуляции В рамках ЭКО К сожалению Не всегда Удается Что-то Стимулировать Поэтому Как крайний Вариант Остается Применение Донорской Яйцеклетки То есть В таких случаях Используются Донорские Яйцеклетки Да Это не всегда Может быть Желанный Вариант Но если Он единственный Возможный Ну как бы Есть такая Опция Так И я Сделал операцию На яичниках Резерв 0.14 Тоже Ну Очень плохо Что так Получилось То есть Не всегда Вы поймите Что Безусловно Чем Опытнее Хирург И тем Чем лучше Он осведомлен О резерве До операции Тем меньше Шанс Что такое Произойдет Но Иногда Тяжелый Эндометриоз Либо Какие-то Индивидуальные Особенности Могут Приводить Снижению Резерва Даже у Хорошего Хирурга На самом деле Просто Это реже Горазда Бывает И еще Такое Что Если Антимюллеров До операции Неизвестен Бывает Так Что Он И до Операции Он Уже Был Низкий Потому Что Если Это Эндометриоз Если Это Двустороннее Поражение Яичников То Он Сам По Себе Также Съедает Резерв То Если Эндометриоз С двух Сторон Его Не Лечить То Резерв Тоже Будет Более Быстро Снижаться Так Підкажите Щоб Поставить Диагноз Эндометриоз Потрібно Ну Це По-перше Скарги Неплідність Якщо Є Неплідність То Ризик Эндометриозу Значно Збільшується Приблизно 50% Женок З неплідністю Мають Эндометриоз По-друге Це Боли Під час Менструації Та боли Під час Статевого Життя Під час Огляду Лікар Інколи Бачить Ознаки Эндометриозу Під час Піхового Дослідження Ну і Під час Ультразвукового Дослідження Ми Інколи Підтверджуємо Діагноз А інколи Ні Тому що Перитоніальна Форма Эндометриоза Коли Дуже Маленькі Такі Вогнища Є Їх Не Дуже Добро Можна Побачити Під час Ультразвукового Дослідження Тому Інколи Эндометриоз Під питанням Залишається До Лапароскопії Коли Ми Підтверджуємо Діагноз Тобто Не завжди Можливо Легко Поставити Эндометриоз І побачити Його На УЗД Наприклад Але У більшості Випадків Якщо є Досвід у лікаря Ми бачимо Особливо Якщо Це Глибокий Фільтративний Эндометриоз То ми Знаходимо Його На Етапі Дооперації Це також Дуже Важливо Я Наприклад Даю Перевагу Самостійному УЗД Тобто Я сам Дивлюсь Пацієнку Перед операцією На УЗД Апараті Перед тим Як Оперувати Эндометриоз Так Подскажите Якщо Антимюллеров 0,14 Може Лірія Євінація Восстановити Їх функцію Методика Немножко Експериментальна Тому Іспользування ПРП Іспользування Подшивання Сальника Во время Операции Ещё одна Экспериментальна Методика І Іспользування Мужських Гормонов Андрогенов Всё это Экспериментальні Методики К сожалению Мало Исследований На сегодняшний День Которые Доказали Эффективність Этих методів Мы конечно Иногда Используем І то І то І то Но Сейчас Донорская Циклетка Гораздо Эффективні І дешевле Поэтому Большинство Женщин Всё-таки Выбирают Этот метод Но Ваше право Поэкспериментировать И мы можем Постараться Здесь помочь Однако Это всё Это сложное Такое Это серое Место В репродуктологии Улучшение Резерва Вот Да Ещё Есть перспектива У Пересадки Ткани Яичника Но Это Если был Яичник Здоровый Например Там При онкологических Заболеваниях Удаляется Яичник Замораживается Там Измельчается Специальным Образом А потом Когда он От онкозаболевания Вылечили пациентку В здоровый Яичник Например Подсаживается Ткань И в здоровый Яичник И в места В определенной Брюшной полости Подсаживается Вот этот Замороженный То есть Сейчас эта методика Уже есть Кстати Во многих странах Она используется Довольно активно Так Посоветуйте Пожалуйста Доктора В Киеве Кому лучше Обращаться С азооспермией Спасибо за ответ Но это Шкурологу Нужно обратиться Вообще Азооспермия Это Отсутствие сперматозоидов Вещь Достаточно Сложная Поэтому Если Не было Операций Например По перевязке Семен Выводящего Протока И нет Обструктивных Проблем Когда Прекращен Отток Сперматозоидов По канальцам То очень часто Генетическая роль Азооспермии И Такие мужчины Часто Все таки Являются Кандидатами На донацию Спермы То есть Они по сути Как бы Исключаются Из процесса Оплодотворения А берется Донавская сперма Но нужно Смотреть На самом деле То есть Бывают Обструктивные Проблемы Бывает Что при пункции Яичка Что то Удается Получить Прошу прощения Не коронавирус Точно Ну и в принципе Мы далеко Поэтому я без масочки Так Гистерорезектоскопия Может заменить Лапароскопию Нет Не может заменить То есть Это метод Ну Начнем с того Что При бесплодии Достаточно гистероскопии Обычной В большинстве случаев Гистерорезектоскопия Это тоже гистероскоп Такой специальный Резектоскоп Называется Он более толстый В диаметре Используется петля Вот И с помощью электричества Подается ток Эта петля режет Да То есть Можно что то Отсекать Я Резектоскопию Делаю Только когда Это большие узлы Там большие перегородки Какие то То есть Как бы я понимаю Что это оперативная Внутриматочная Хирургия И естественно Я знаю Если я гистерорезектоскопию Применяю То есть Я знаю Какой диагноз Там То есть Просто так Посмотреть Нет Гистероскопия Обычная Диагностическая Вот Она смотрит Полость матки Внутри То есть Мы смотрим Что в матке Лапароскопия Смотрит Что снаружи Что с придатками Что с трубами Что с яичниками То есть Это взгляд Процедуры Так Эндометриидные кисты Можно вылечить Консервативно Ну Можно Можно вылечить Консервативно Безусловно То есть Первое Это наблюдение То есть Не каждый пациент Кисты С эндометриидной кистой Надо обязательно Что-то делать И иногда Просто наблюдаем Этих пациенток Первое Если Вы говорите Про бесплодие То конечно Нужно Поактивнее быть Да Потому что Просто наблюдение Может быть Безрезультатным Однако Даже этот подход Даже этот подход Он дает все равно Шанс на наступление Беременности Было большое исследование На медсестрах Соединенных Штатах Которое показало Что при эндометриозе У медсестер Там большое количество Миллион медсестер Было в это исследование Включено Что Там процент Очень хороший Просто за большой Временной интервал Например Там за 20 лет Многие все-таки Забеременели Без лечения Но опять же Есть ли эти 20 лет Да Насколько вы готовы Потерять это время Вот Если говорить о консервативном Лечении Гормональное лечение Может быть эффективно То есть Гормональные препараты Подавлять Могут рост Кист Естественно При бесплодии Это бессмысленно Абсолютно Потому что На фоне терапии Гормональными препаратами Вы же тоже Не забеременеете Вот Мы уже Несколько лет Уже Два года Используем Такой метод Как склеротерапия Тоже консервативный метод Под контролем УЗИ Пунктируется киста Удаляется ее содержимое Вводится этиловый спирт Это амбулаторная процедура Женщина пришла Ушла Вот И очень эффективно Мы устраняем Эти кисты Причем У меня рекорд был Больше 10 сантиметров Киста Там порядка 12 сантиметров Киста полностью ушла За час времени Женщина ушла Домой без кисты Такой метод Тоже есть Да При бесплодии К нему есть вопросы Потому что Нету данных Что это улучшает Фертильность Но есть плюсы Это не снижает Резерв Мы знаем точно Что почти никак Не влияет на резерв А если например Планируется ЭКО То конечно Это гораздо лучше будет Чем лапароскопию делать Которая точно снижает резерв Даже если Не коагулировать Тоже вопрос По поводу лапароскопии Врач например Делает лапароскопические операции По поводу эндометриоза Да Ну начнем с того Что полностью Здесь нет предела совершенства То есть все равно Есть какие-то пределы У каждого врача Есть такие эндометриозы Которые все равно Они полностью не оперируют Потому что он может Врастать вот куда угодно И просто это Целая беда Пол брюшной полости Нужно удалить Чтобы решить Проблемы эндометриоза Поэтому даже Самый лучший врач Как бы может столкнуться Ну реально С проблемой эндометриоза И не решить Хирургически полностью Вот Если врачи Оперируют одной рукой То есть есть такая проблема Однорукие бандиты Мы их называем Ну не только Это не я придумал Однорукие бандиты Врачи Которые оперируют Одной рукой Это однозначно Они не шьют Вот И если Киста крупная Эндометриоза Они просто Ее покромсают И покоагулируют Кровоточащие сосуды И этим самым Они очень сильно Снижают резерв Поэтому для того Чтобы при бесплодии Оперировать Нужно хорошо шить Нужно хорошо шить Оперировать Двумя руками Нужно Вот Это очень важное Такое требование Потому что Если трубу Хорошо оперировать Если Делать Фибриостоматопластику Сейчас все-таки Шить рекомендуется Это более Качественно Более щадяще Чем коагулировать То же самое При эндометриозе То есть Если врач Хорошо шьет Он просто Ушьет Эту кисту И не так Повредит резерв Как врач Который будет Просто выжигать Все Оно же кровит Поэтому Ну то есть Будет или жечь Или то что умеет Лучше Будет шить И сохранять резерв Тоже важный момент Ну не все признаются Правда К сожалению Те кто не шьют Они иногда рассказывают Что они шьют И это тоже проблема Потому что Ну люди доверяют Так Важно Чтобы перед операциями На яичника Говорили о рисках Снижения резерва Не забывали о спермограмме В случае Когда большие риски Пациентки Должны знать Что можно Свои яйцеклетки Заморозить Да Это очень важно Потому что Иногда Операция Заведомо Достаточно рискованная Вот Поэтому Заморозка яйцеклеток Может быть Целесообразной Но тут Есть сложности Да Потому что Если киста эндометриоидная Большая То стимуляция Может вызвать Ее рост Еще больше Да И трудности с пункцией Поэтому Решение не всегда Такое простое Но эту опцию Конечно нужно Знать и помнить Про нее Так Для поддержания яичников Назначили Овариамин Как вы относитесь К этому препарату Плохо отношусь Это все Биодобавки Которые в принципе Не имеют Особого доказательства И эффективности Но ощутимо Снижают Ваши Финансовые резервы То есть Есть авариальный резерв Есть финансовый резерв И он тоже У многих людей К сожалению Не бесконечен То есть Это уже минус Попытка ИКО То есть Что такое Лишние анализы Лишнее Лечение Лишние Какие-то манипуляции Кажется Это мелочь Там 2000 гривен Там 3000 Там 1500 Но из этого Складывается В общем-то Какая-то ощутимая сумма Которую вы потом Не потратите На ребенка Не потратите На роды Не потратите Там после родов Не потратите На еще одну попытку ЭКО Либо на лапароскопию То есть То, что реально Эффективно Поэтому в этом Есть определенный Как бы Определенный негатив И Вот я такое Придумал сегодня Понятие Финансовый резерв То есть Мы, к сожалению Тоже от этого Зависим Мы напрямую От этого Зависим Есть понятие Финансовый резерв Делайте то, что Реально работает Вот Чем тратить И распыляться На непонятно что Да Я не такой Прям противник Всех этих препаратов Потому что Многие из них Содержат фолиевую кислоту И что-то реально Полезное Для организма Я просто О том Что Иногда нужно В условиях Дефицита Времени И финансов Все-таки Перераспределять В пользу Наиболее эффективных Вещей Чем Заниматься Чем-то Неэффективным Ну вот Приведу вам Пример Такой Не знаю Какой-то Бытовой То есть У вас Например Ну как бы Произошла Какая-то Небольшая Авария С машиной Произошла Беда Вот И ее Счесали Краску Да Ну взяли Палкой И покоцали Краску Вот И машина Требует Перекрасить Ее Да То есть Нужно потратиться И покрасить Машину Заново Но вы покупаете Воск Там Да Как бы На мойке Тратите По полторы тысячи На мойку Потому что Она там Каким-то Защитным Покрытием Вам Закрывают Этот дефект Который Все равно Виден Да Вот Это пример Того Что можно Делать Эффективно В медицине Какие-то методики Дающие результаты Это Перекрасить Машину Да Или тратиться На воски На полироли Которые Все равно Этот дефект Не закроют Но они Как бы То есть Это вы что-то Делаете Да И что-то Тратите И что-то Делаете Вроде Дешевле Но в итоге Получается Дороже Потому что Дешевая Разовая Дорогая Разовая Услуга Она гораздо Эффективнее Может быть Чем Множество Мелких Неэффективных Вот Мне кажется Вынужден Это заложники Ситуации У нас Государство Не покрывает Многие вещи По репродуктологии Но Мы должны Экономически Тоже немножко Помогать Нашим пациенткам Я вот Коллега Вам прощаюсь Тех кто смотрит Потому что Они не всегда Не всегда Правильно Свои ресурсы Распределяют Да Мы должны Все-таки Помогать Это сделать Правильно Так Ну По поводу Методики На метроидных Кистах В принципе Я уже рассказал Что Вводится Этиловый спирт Экспозиция 15 минут До этого Конечно Все отмывается Физраствором Стерильным После спирта Тоже отмывается Раствором Стерильным Вот И все Ну Есть нюансы Там есть нюансы И по Тому Сколько вводить Это с опытом Приходит Методика Я люблю Эту методику И считаю Что нужно делать Ее под местным Обезболиванием А не под общим Потому что Это позволяет Понять Тот момент Когда вы Немножечко Спиртом Попали Не туда То есть Если даже Немножко Спирта Попадает В брюшную полость Сразу резко Больно Становится И точно Нужно Остановиться Под наркозом Вы это не заметите Можно вызвать Химический ожог Есть нюансы Есть нюансы Нюансы По Склеротерапии Это Что хотел сказать Нюансы Через длительный Период времени Когда вы Наблюдаете Потому что Не всегда Эндометриоидная киста Уходит полностью Бывают Маленькие кисточки Все равно Формируются И Вот они Имеют Некоторые Такие вот Элементы Похожие на Разрастание На УЗИ Можно сильно Испугаться Если не знать Что была Склеротерапия Поэтому Врачей Прошу После склеротерапии Обращать внимание Что Могут быть Скопления Гемоседерина И оно Как бы Гиперхогенные Участки Могут быть Такие Пациенток И потенциальных Пациенток Хочу предупредить Что после склеротерапии Важно всем Говорить Что у вас Была склеротерапия Если врач Остаточная Есть Вот И это может Привести К необходимости Срочно Прооперироваться Да А на самом деле Не нужно было Спешить с операцией Так На УЗИ Нашли Сим кист По Четыре миллиметра У шейцем матки Лик рассказал Выше Выдал Не ваша думка Но я уважаю Так Что на шейцем матки В норме Есть Наботовые кисты Вони Взагалее Завжды Якщо Ультразвук Зрабытый Усим То вони Будуть кисты Одна Дві П'ять Кист Десять Кист Ничего Выдаляти Не потрібно Тому що Це нормальна Будова Шейки матки Якщо Выдаляти То це Разом З маткою Выдаляти Тому Це дивно Для мене Трошечки Я не розумію Що мав На увазі Ваш лікар Так Доктор Расскажите Про ПРП терапию Она эффективна ПРП терапия Сейчас Очень модное Направление В разных Отраслях Это Неврологія Сосудистая хирургія Косметологія Стоматологія Даже Естественно В гинекології Мы тоже Пытаемся Это применять Скажу так Что С научной точки зрения Есть статьи Которые С осторожностью Все таки Говорят о том Что это Эффективно Вот Если говорить На уровне Каких-то Международных Рекомендаций На уровне Рекомендаций И доказательности Наиболее Высокого Уровня То прохладное Пока что Отношение Как всему новому Относительно Новому Вот Поэтому Я вижу Определенные Перспективы Главное Чтобы Врачи Которые Занимаются Этим Не преувеличивали Ее Пользу И не Идеализировали Эту методику Не превращали Ее в панацею На самом деле Да Можно пробовать И у некоторых Пациенток Мы видим Результативность И с точки зрения Эстетической Гинекологии И с точки зрения Эндометрия С целью Которые Мы используем Ну с осторожностью Используем И для реюнации Яичников У нас кстати Есть научная работа И сейчас У меня есть Аспирант Который Эту диссертацию Делает На эту тему Я надеюсь Все таки Что мы Что то Увидим В результате Этой деятельности Хорошее Так Еще вопрос Дермоидная киста Не увеличивается В размере Можно спокойно жить И не делать Пока лапароскопии Какие строгие Показания При таком диагнозе Для лапароскопии Но дермоидная киста Это органическая киста То есть Ее нужно В принципе Оперировать Да Понятно Что маленькие кисты Обычно Абсолютно Бессимптомные Кисты до 2 см Обычно Мы Ну не форсируем С операцией Хотя операцию Рано или поздно Скорее всего Придется сделать Они иногда Достаточно быстро Начинают расти Еще есть такая проблема С дермоидными кистами Что они По весу Иногда Достаточно тяжелые Сама по себе Дермоидная киста Она за счет того Что там могут быть Например Зубы Челюсти Она тяжелее Чем ткань яичника И при определенных Размерах Она может вызывать Растягивание Связочного аппарата И перекрут кисты И это может потом В итоге Перевести К кургентной операции А иногда К удалению придатков Поэтому тут так С одной стороны Выжидательная тактика Допустима Потому что риск Злокаченной трансформации Небольшой Порядка 1 до 2 Процентов Об этом тоже Кстати нужно помнить Что есть риск того Что будет Озлокачествление Тератомы Вот Но в принципе Да Часто можно наблюдать Часто мы видим У женщин Которые долго не делали УЗИ Как случайно Находку находим Вот Поэтому До 2 сантиметров Не форсируем Вот Но понимаем Онкориски Определенные Которые есть Подскажите пожалуйста Насколько эффективна Инсеминация При нормальной Спермограмме Мужа Нужно ли делать Стимуляцию Овуляции Перед процедурой Гормоны в норме Инсеминация Может быть эффективна Потому что Она преодолевает Шеечный фактор Мы вообще Инсеминацию делаем Не по поводу Плохой спермограммы Как раз При плохой спермограмме Я не вижу Большого смысла В инсеминации Плохая спермограмма Это повод Для Кос икси Там Имси Имси Икси Пикси Неважно Но Введение Сперматозоида Конкретно Лицеклетку Это делает Эмбриолог Вообще А вот Как раз При хорошей спермограмме И если нет проблем С трубами Если нет проблем Вообще ни с чем И диапатическое бесплодие Так называемое То как раз Можно попробовать Потому что От 3 до 5% Это Шеечный фактор Индукция Овуляции Может еще больше Повысить шанс Где-то до 7% При диапатическом Бесплодии На один цикл То есть Это значит Что если вы 6 инсеминаций Сделаете До 6 циклов То у вас Где-то 40% Забеременеть Ну в принципе Это ощутимо Если время Есть у вас И желание То это опция Вполне Легитимная На сегодняшний день Можно ли в 34 года Если ставить Диагноз Остащение яичников Дисфункции яичников Антимюллеров 0,14 Восстановить Хотя бы Менструальный цикл Если да То какие методы Ну Если речь идет О восстановлении Самого менструального цикла Я так понимаю Что ситуация Настолько плохая Что яичники Уже вообще не работают То здесь нужна Заместительная терапия Гормонального В обязательном порядке Потому что 3-4 года Это слишком молодой возраст Для наступления Менопаузы И здесь нужно Обязательно Вопрос с беременностью Ну здесь Такой Если яичники Вообще не овулируют И у вас нет Месячных аминарии То тут конечно Больше мыслей Про донорскую яйцеклетку Потому что Все остальное Скажем так С большим шансом Не даст эффекта Как вы относитесь К БАДам Все что основано На травах Без химии Ну вопрос о химии Такой сложный Потому что И вода Это тоже химия H2O2 Это химическая формула Поэтому понятие химия Меня всегда Немножко колбасит Когда говорят Вот там С химией Либо без химии Натуральная Либо ненатуральная То есть Натуральная Это бледная поганка Насколько натуральная Хорошо Если это мухомор И насколько химия Плохая Если это вода Ну как бы Вы поняли о чем Проблема с БАДами Какая Что БАДы Легче в Украине Зарегистрировать Поэтому многие Под видом БАДов Регистрируют Что-то например Неплохое Например препарат железа Зарегистрировали В виде БАДа Потому что Дорого просто Как лекарство Ну а железо При аномии Оно все равно Будет работать То есть Здесь нету Большого греха Но часто БАДы Все таки Это процесс Как бы Неконтролируемых Производства То есть Он Может По качеству БАД Быть Намного Хуже Чем препарат Может быть Опасней Некоторые БАДы Не имеют Например Никакой доказательства Никаких доказательств Эффективности Поэтому Как относиться То есть Если Вы это понимаете Например Витаминки В виде БАДов Вы их пьете Как бы И окей Вы чувствуете Что когда вы пьете Витаминки Вам легче То пейте на здоровье Другой вопрос Если под видом БАДов Подают Это как панацея Вы попейте Вот эти вот Супер БАДы За 3000 И вот оно Точно поможет Вот это Плохая практика Плохой подход И со стороны врача И со стороны пациентки То есть Не думайте Что вы БАДы Начнете пить И прямо Супер будет Беременность Фертильность Так Неверно При восполнении Дефицитов Можно получить здоровье Чем Гормоны Которые Не лечат Ну Вы как бы Без конкретики Написали Да Так в общих чертах То есть Я вообще За чакры За вселенную И за гармонию С природой И с космосом Да Но Если говорить Немножко предметно И профессионально То как бы Сложнее уже Дискуссия Поэтому я готов Подискутировать Вот Ну И то что вы Так вот Неверно написали То есть Даже вот В плане дискуссии То есть Достаточно Вопросов Много к вам Возникает Потому что Кто вы По специальности Да То есть Вы можете Мои Высказывания Как-то Оценивать Если так То Ну я профессор Ушер-гинеколог Например Да Могу диплом Там дать То есть Я профессиональный врач Занимаюсь медициной Уже 20 лет Ну Кто вы Что вы Сказали Что я неверно Сказал И почему вы так Сказали Будет интересно Взглянуть И Я вообще Не люблю Категоричных Людей Если честно Поэтому Если Вы у меня В подписчиках То Отпишитесь Лучше Так Миф Или правда После лапароскопии Могут быть спайки Конечно Правда Да То есть Любое вмешательство Дает Спайки Может давать Но Спайки Зависят Как от Типа Вмешательства Насколько Там сильны Были Разъединения Там других Спайк Либо Вмешательства У каждого Вмешательства Свой риск Возникновения Спайк Например Если операция Миомактомия То после Миомактомии Спайк больше Чем если Например Сделали операцию Там какую-то По поводу Кисты яичника Больше В целом Спайк Вот Но Зависит Еще Очень сильно От Индивидуальных Особенностей Есть женщины Которые дают Сильные спайки Ну и мужчины Конечно Сильный спайчный Процесс После Казалось бы Такой Нетравматичной Лапароскопии А есть Такие Что даже После Очень серьезного Перитонита Заходишь Там Ни одной Спайки Нет Поэтому Сказать Как бы Будет Или нет Спайчный Процесс Очень сложно Так Подскажите Вы знаете Доктора Хабрат Бориса Либо Бориса Не знаю Подскажите Пожалуйста Чем лечится Эндометрит Ну Чаще всего Антибиотиками Лечится Эндометрит Так Лапароскопия Тоже часто Коммерция Очень часто Можно и без Нее Обойтись Если подойти Комплексно Лапароскопия Бывает Коммерцией Да Бывает Это Очень плохо Я таким Не занимаюсь И я считаю Что если Врач Таким занимается Это очень плохо Для чести Его мундира Очень плохо Но Вы знаете В жизни Тоже Приходишь Хочешь Окно Поменять А тебе Уже Там и двери Перекрасили Да Хочешь машину Помыть А тебе Уже И воском Намазали То есть К сожалению Вот Желание Обогатиться За счет Другого Не принеся Взамен Столько Же пользы Оно Как бы Присуще Многим Людям В нашей В наших Территориях Я с этим Часто сталкиваюсь Не только В медицине Поэтому Если вы Вот Об этом То как бы Оглянитесь Вокруг То общество Которое Такое Оно и порождает И медицину Такую Вот Ту медицину Которую мы имеем Мы заслуживаем Но есть и хорошие врачи И Безусловно Хорошие Малеры Милиционеры Судьи Очень честные Да Там Политики И президенты Тоже есть Очень хорошие Вот Поэтому То что мы заслуживаем То мы имеем Глубокий Инфильтративный Эндометриоз Былалапароскопия Биохищники И болит спина Живот Ноги Без вязана Жить не могу Что делать Да Есть вероятность Что есть Очень серьезный Какой-то Глубокий Инфильтративный Эндометриоз Можно подумать Про продолжение Вязана Если эта Идея Вам Как бы Подходит Либо Про то Чтобы Дообследоваться Понять Где очаг Находится И все-таки Сделать повторную Операцию Хотя Это все-таки Всегда Повышает Риски То есть Чем больше Было сделано Лапароскопий По поводу Эндометриоза Тем тяжелее Последующая Для хирурга Ну и конечно В плане риска Осложнений Тоже она хуже Поэтому подумать Но иногда Иногда Это выход Так До планирования Беременности На плановом УЗИ Выявили Двухкамерную Паравариальную кисту Гидросальпин С левой трубы Под вопросом Что делать Пробовать беременеть Или сначала Лапароскопия Возраст 27 лет Вопрос Очень хороший Потому что Гидросальпин Влиять Негативно Может На беременность Безусловно Причем Даже если Беременность Возникнет Со второй стороны Он все равно Может негативно Влиять Но с другой стороны Это не означает Что точно Не получится Поэтому здесь Нет единого Мнения В медицине Вот на этот счет Обязательно Лапароскопию Либо все таки Нет Я обычно В такой ситуации Когда женщина Однозначно Не определилась То есть Женщина приходит Говорит Я понимаю Гидросальпин Мне это не нравится Как бы Лучше удалить Эту трубу Либо Восстановитесь Это возможно Я хочу так Ну тут понятно Мы идем тогда В таком направлении Другая женщина Говорит Я вот точно Против операции Хочу попробовать Сама Если у меня Не будет получаться Либо Выкидыш произойдет Какие то проблемы Тогда я готов Уже на операцию Мы выбираем Такой вариант Если женщина Не определилась Я говорю так Что До 32 лет В принципе Вы можете Годик Пробовать Если у вас нормальный резерв Можете пробовать Самостоятельную беременность И вполне возможно Что получится Если 32 года И старше Я обычно Даю где-то полгода В среднем Полгода На такие попытки Потому что Времени уже Не так много Мы стараемся Не допустить До того Чтобы женщина Пришла в 40 лет С нулевым резервом И потом уже Рассчитывала на что-то К сожалению Реалии таковы Что шансы Бывают очень низкие На самом деле Женщина приходит Но шанс у нее Исходно Крайне низок То есть у нас Есть калькуляторы Даже у меня На сайте Медведев.ua Есть раздел Калькуляторы И там посмотрите Калькуляторы Абердинского университета Они конечно Посвящены ЭКО в основном Но там Очень интересные вещи Я иногда Прогоняя через этот калькулятор У женщины Там 4% Шанс на беременность В течение 3 лет Много это или мало Наверное Это очень мало Иногда Поэтому Тоже время 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 Иногда Его не хватает Вот в плане Репродукции тоже Человек Это существо Которое К сожалению Не очень активно Размножается Если сравнить С другими Млекопитающими То мы такие Все полубесплодные Возможно Забеременеть С эндометриоидными кистами И не опасно ли Беременеть Но если кисты небольшие Если у вас не было попыток И у вас не было Скажем так Периода Половой жизни Без контрацепции Длительного Ну хотя бы год То есть у вас Иными словами Нет бесплодия Вы достаточно молоды То вы можете попробовать Забеременеть С эндометриоидными кистами Если они не очень крупные Обычно они никак Не ухудшаются При беременности Иногда бывает Такое явление Как децидуализация Эндометриоидных кист Когда они по УЗИ Начинают нехорошо выглядеть Просто нужно при беременности Тогда постараться Сделать УЗИ У того же доктора Который делал до беременности Если кисты довольно крупные Они могут иногда Лопаться при беременности Могут вызывать Серьезные неприятности Но это бывает Очень редко То есть в принципе Не каждый эндометриоидный кист Обязательно означает Что нужно Не пытаясь Даже забеременеть Сразу идти на лапароскопию Точно нет Я так кстати Тоже всегда говорю Какова причина Внематочный После ЭКО После ЭКО Примерно в три раза Больше шанс Внематочный Связано это Отчасти с тем Что Мы вводим эмбрион Вручную То есть эмбрион Не сам попадает Из трубы В полость матки Его вводит врач И видимо В этом движении Есть какие-то элементы Дополнительные Которые негативно влияют То есть могут привести К забросу Маточной трубы Например К забросу Плодного яйца В маточную трубу Либо в рубец После кесарева И так далее Ну есть Да это факт В три раза больше Второй момент Если подсадка Больше двух Больше одного эмбриона Там два эмбриона Ну сейчас уже Три редко Кто делает это Не совсем правильным Считается Вот Но если больше Одного подсажа Чисто математически Чем больше подсаживается Тем больше риски И в нематочной В том числе Вот По этой причине Здравствуйте Скажите Возможно Наблюдение полипа 11 на 8 мм Гинеколог поставил Такой диагноз На 15 день цикла Ну я бы Может быть Не так вот Спешил бы сразу Что-то с ним делать Сделайте на следующий день На следующий цикл Пораньше Там до 10 дня Но если полип Сантиметры более То мы достаточно Однозначно Рекомендуем Его удалить Офисная гистероскопия 40 минут Без наркоза Пришла Что-то расширили То есть мы сейчас Этого не делаем При месячных Выпал очень большой Сгусток Что это Спасибо Но дело в том Что сгусток Это в принципе Отражение того Количества крови Которая вышла При менструации Поэтому если сгусток Вышел больше Чем 2,5-3 см В размерах Это свидетельствует О том Что у вас при месячных Слишком маниабильные Стали То есть это Обильные Менструации Причин Огромное количество Может быть Я советую вам Сделать общий анализ крови И обратиться конечно к гинекологу Сделать УЗИ После месячных Сразу Для поиска Возможных причин Которые не всегда Удается найти Но иногда Мы находим сразу Так Лапароскопия при СПКЯ Какие шансы забеременеть Ну Очень редко Бывают ситуации Когда вот Чистое СПКЯ Проблема А все остальное нормально То есть мы Давайте отбросим То есть Предположим Что трубы идеальные Да Что маточный фактор Идеальный Что спермограмма Прекрасная Шеечный фактор Тоже предположим Отсутствует То Если сделать Дриллинг При СПКЯ Шанс на восстановление Овуляции Где-то в районе 40-60% Примерно По данным литературы Поэтому Шансы забеременеть Будут такие же Но если вы добавите Еще медикаментозные методы Там например Индукция овуляции То шанс будет еще больше Я думаю Что он дойдет Процентов до 80% В среднем Рекомендуете ли вы Противоспоечные барьеры При лапароскопии Небольшой фанат Барьеров Почему Потому что Во-первых Это значительно Удорожает Стоимость операции Второе Исследования В основном Были проведены На животных На людях Вы же сами понимаете Достаточно трудно Оценить Эффективность барьера Для этого нужно Сделать повторную операцию А кому-то Нужно барьер не использовать И вслепую То есть понимаете То есть Рандомизации Никакой не будет И как бы Мало кто Добровольно согласится На повторную операцию Чтобы понять Был эффективен барьер Или нет Поэтому Исследования В основном На животных И Нету данных О том Что барьеры Увеличивают Шанс Рождения Живого ребенка Наша основная задача При лапароскопии По поводу бесплодия Все-таки Это Как минимум Наступление беременности А программа максимума Это рождение Живого ребенка Так вот На рождение живого ребенка Эти барьеры В общем-то Пока не показали Не показали исследования Что как-то влияют Поэтому Такое Иногда Примиомоктомиях Используем Конечно Но я считаю Что Хорошая операция Лучше чем Барьер То есть Нельзя заменить Плохую операцию Барьером Иными словами Если есть полип матки Возле цервикального канала Насколько это опасно И возможно ли Забеременеть Ну в принципе Полипы Это не стопроцентная Причина бесплодия Забереметь Конечно можно Но такие полипы Которые рядом с внутренним зелом Они могут Как клапанами выступать Клапанный механизм Такой И могут препятствовать Как оттоку менструальной крови Вызывая Заброс крови В брюшную полость И соответственно Повышая шанс эндометриоза С другой стороны Могут быть препятствием Для попадания Сперматозоидов В достаточном количестве В полость матки Что тоже В общем-то Не очень хорошо Поэтому Ну если Вы никогда не пытались Забеременеть То можно попробовать Конечно же Если вы хотите Все-таки избавиться Ну сделайте гистероскопию Лучше все офисную Если вы Не можете забеременеть То однозначно Надо убрать этот полип Потому что Уже есть проблема И все Так Эффективна ли пластика трубы Это зависит от Очень сильно Зависит от оператора Потому что Это не Простой На самом деле Не простая операция Пластика трубы Ее можно сделать Очень по-разному Можно просто Коагулировать Биполяром Вот А можно Очень тщательно Шить Тонкость Ниткой И Это как бы Не совсем просто Поэтому Зависит очень сильно От методики Самой операции От хирурга И конечно От того Насколько труба Повреждена Исходно Если она прям Совсем гнилая Там И все слои Потеряли Свою Структуру И функцию То Такую трубу Мы-то ее Восстановим Да Из нее Краситель пройдет При введении Через шейку матки Через полость матки Мы видим Что жидкость побежала Но это вовсе не означает Что в этой трубе Произойдет Когда-то Оплодотворение Потому что Как известно Оплодотворение Происходит Непосредственно В маточной трубе Так Гинеколог Говорит Про высокий Риск Нематочной При ситуации С гидроасалькинсом Под вопросом Ну скажем так Риск Нематочная Есть Риск Бесплодия Есть Безусловно Но Вы же должны Понимать Что риск Нематочная Есть И при нормальных Трубах Абсолютно Вот Поэтому Сейчас есть методы Которые позволяют Вовремя Диагностировать Нематочную Вовремя Пролечить В том числе Медикаментозным Метатриксатом Либо Лапароскопией Если гидроасальпинс Я бы склонился В сторону Лапароскопии Если такое произойдет Чтобы сразу Убить Одним выстрелом Двух зайцев Ну как бы Не страшно То есть Это вопрос Решаемый На сегодняшний день Так Влияет ли прием Из Таллопрама Антидепрессант На беременности Плод Все антидепрессанты В целом Не очень хорошо Влияют Поэтому Если есть Возможность Отказаться От антидепрессантов То нужно Отказаться На этапе Планирования Если такой Возможности Нет Нужно Выбрать Препарат Который Меньше всего Негативно Будет влиять Потенциально Негативное Влияние Оказывать На развивающуюся Беременность Это лучше Обсудить С вашим Психотерапевтом А гинеколог Поможет Выбрать Наиболее Безопасный Препарат Есть такой Сервис Drugs.com На английском Языке Drugs.Lekarstva.com Вот И там Есть информация Достаточно Быстро Обновляемая По многим Препаратами Я сам пользуюсь Кстати Постоянно Потому что Обновляется Информация Вот И Смотрим Категорию FDA Обычно Антидепрессанты Категория C Но главное Чтобы это Не было Категория D И X Которые Явно Вредны Для эмбриона Но я понимаю Иногда Есть люди Которые Не могут Отказаться От Антидепрессантов Это Это Большая Проблема И Конечно Категорически Нельзя Отказываться Если вам Они действительно Необходимы Надо просто Это обсудить В сторону Более Безопасного Препарата Так От чего Временами Тянущие Ощущения В области Права Яичника Но чаще Всего Это Эволюторная Боли Это В принципе Норма В середине Цикла Иногда Женщина Ощущает Иногда Весьма Неприятные Также Это могут Быть Спайки Эндометриоз Воспалительный Процесс А иногда Это вовсе Не яичник А более Просто В проекции Яичника Поэтому Тут Очень много Может быть Причин И со стороны Мочевыделительной Системы И со стороны Пищеварительной Системы И со стороны Передней брюшной Стенки Нервов Там И так далее И так далее Подскажите Как называется Калькулятор О вероятности Беременности У меня На сайте В разделе Калькуляторы Медведев.юэй Абердинский Калькулятор успешности ЭКО Он правда называется Не успешности Беременности На самом деле Много калькуляторов Есть калькулятор Отдельно Для эндометриоза Но его врач Только после лапароскопии Может заполнить Потому что Надо оценить анатомию Это как бы Самостоятельно Не советую Лезть в это дело Потому что Нужно очень много знать И эти знания Часто обновлять Чтобы более-менее Адекватно Строить прогноз Поэтому тут Так Можете Поинтересоваться Но Я боюсь Что Это иногда Приведет Знаете Или к переоценке Шансов своих Или к недооценке А зачем это вам Лишний раз Волноваться Доктор Возможно ли забеременеть При субмукозной Миоме 11 мм Или нужно удалять Я советую удалять Слишком высокий риск Выкидыша Осложнение беременности Удаляется 11 мм Как бы 15 минут Опираться 15 минут Иногда даже Без наркоза Мы делаем Ну смотря как Он расположен Если нулевой тип Без наркоза Сделают за 15 минут Дочь 20 лет Хочет принимать Тиарину Время заканчивается Я постараюсь успеть И чтобы не забеременеть Улучшить внешний вид Состояние кожи Что надо знать Чтобы не беспокоиться За ее здоровье Ну надо к гинекологу пойти Нужно исключить Риски тромбоэмболических Осложнений Нужно исключить Риски со стороны Печени Желочного пузыря Гипертоническая болезнь Сердца Дизлепидемии То есть Вот эти моменты Как бы Чтобы не усугубить Но скорее всего Молодая девочка Да Скорее всего Можно И скорее всего С кожей станет хорошо С циклом Станет тоже хорошо Вот Ну и молочные железы Конечно же Доктор тоже должен Оценить обязательно Перед И гинекологическое здоровье УЗИ Посмотреть и так далее Сделать Цитологию Обязательно 28 секунд А все остальные вопросы Я отвечу В комментариях Уже под этим видео Так что Желаю вам здоровья И счастья Не обижайтесь Если кто-то обиделся Я надеялся Быть адективным И не категоричным Будьте здоровы И счастливы Подписывайтесь На мой инстаграм Я еще постараюсь Сделать пару интересных Эфиров В ближайшее время Всего доброго